В Ульяновской области утвердили проект по формированию здорового образа жизни. Программу с пометкой «Федеральная», рассчитанную до 2025 года, рассмотрели на Совете по реформам и приоритетным проектам при губернаторе. Проект о формировании здорового образа жизни призван объединить все те проекты, которые у нас направлены на здоровье и сбережение, на соблюдение и приверженность к здоровому образу жизни. Мы считаем, что у нас это должно получиться. Паспорт нашего проекта составлен именно так, чтобы там были задействованы все ведомства, все структуры, которые отвечают за здоровье и сбережение. Проект разбит на несколько этапов. Так, за два года доля граждан, приверженных к здоровому образу жизни, должна повыситься до 50%, а после к финалу программа увеличится еще на 10%. Проект также предусматривает работу по нескольким направлениям, например, касающихся здорового питания или снижения потребления алкоголя и табачной продукции. Я считаю, что это один такой прорывной проект на региональном уровне. И мы, когда разрабатываем проекты, приступаем к проектной деятельности, мы всегда хотим понимать, насколько это будет эффективно, какие критерии эффективности могут быть здесь. Я должна сказать, что приоритетный проект формирования здорового образа жизни в Ульяновской области отвечает этим основным критериям. В Ульяновской области продолжается и политика модернизации учреждений здравоохранения. Новые диванчики, открытый гардероб и презентабельный вид уже в конце марта. Получат входные ворота Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи или в простонародье БСМП. В планах развития здесь урандрологического центра. Центр будет располагаться в притрою третьего корпуса. Будут отдельные операционные, перевязочные, маломестные комфортабельные палаты для пациентов, не более двух. И центр будет принимать участие в решении репродуктивного здоровья мужчин. В этом году в эндоскопическое отделение больницы также закупили дополнительное оборудование. Полностью отремонтировали кабинет колоноскопии. С новшествами и планами центра специализированных видов медпомощи ознакомился Сергей Морозов. Здесь же прошел совет по реформам и приоритетным проектам региона. Без преобразований, без внедрения самой современной технологии нет будущего. И надеюсь, что каждый из вас посмотрел, что здесь не прекращается ремонт, не прекращается улучшение качества рабочих. Мест, где работают наши замечательные врачи, медсестры. Ну и, конечно, постоянно идет улучшение качества территории, качества площадей, для того, чтобы здесь было максимально комфортно для пациентов. Но это далеко не последнее преобразование. Один из грандиозных проектов центра – строительство стационарного отделения скорой медицинской помощи, где каждому пациенту, в зависимости от степени состояния здоровья, разработают свой лечебно-диагностический маршрут. Плавно от медицины на совете перешли к информационным технологиям. Приоритетный проект развития IT Ульяновской области, который реализуется с мая прошлого года, теперь получил новый статус. С ведомственного уровня он перешел на региональный. На сегодняшний день это единственный проект, который будет переведен с ведомственного проекта в региональный уровень. И руководителем единственного проекта будет губернатор. Больше чем в два раза увеличилось количество приоритетных направлений главного IT-проекта региона. Основной упор сделали на привлечении молодых специалистов в отрасль. Так, через три года количество абитуриентов, поступающих на IT-специальность вуза, увеличится на 17%. На 80% повысится и общее количество работников отрасли в регионе. Ринаталья Улова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.